Приветствую вас. Вопрос про то, что человек влюбляется в девушку легкого поведения, начинает с ней встречаться, но она периодически возвращается в профессию, обманывает ее, затлоняет ссориться, у них недоверие и проблемы. Она не хочет уходить полностью из профессии, предлагает компромиссные варианты, человек, который описывает данную ситуацию, говорит, что не верит ей, что хочет ее проверять, хочет ее прослушивать и, соответственно, вопрос, который по факту задается, задается, как мне быть и что делать. На мой взгляд, если говорить о том, что надо делать, то я бы сказал с своей точки, о своей позиции, своей позиции, я бы сказал, что это не совсем про любовь у вас история, это больше про некоторую такую вот любовную зависимость или про попытку что-либо компенсировать. А, то есть, вот, вы говорите, что служили, вы, ну, вы написали, что служили, служили, вот, я не буду говорить, где, ну, просто вы написали, что служили, соответственно, люди, которые служат, не обладают, ну, некоторыми определенными особенностями. Такими, например, как, значит, определенным подавлением части себя, вот, без этого малыка служить невозможно, и, соответственно, то, что человек, в данном случае вы себе подавляли, вполне вероятно, находит какую-то компенсацию, вот, в данной девушке. Девушка, потому что, если вы влюбляетесь в определенного человека, если вы хотите быть с определенным человеком, то вы принимаете не только самого человека, но и его образ жизни. В вашем же случае вы говорите о том, что вы, как бы, принимаете только человека, но, вот, по вашим же словам вы принимаете человека, хотите быть с человеком, но не принимаете его образ жизни, не принимаете по большому счету то, чем она живет. И я хочу, чтобы вы меня здесь правильно поняли, вы не обязаны этого делать, вы не обязаны принимать человека, вот, вы не обязаны. Но, если вы хотите быть с ней вместе, если вы хотите быть с ней в отношениях, то вам нужно смотреть в сторону принятия ее позиции, принятия ее образа жизни, принятия ее выбора. Которая она делает. К этому выбору можно относиться по-разному. Ну, вот, можно осуждать человека за выбор, можно соглашаться с ее выбором, но если вы выбираете все-таки быть с ней, если вы хотите, если, как говорится, вы любите ее, то, на мой взгляд, это все-таки, как бы, направление в сторону того, чтобы принимать то, что она делает, вот, и не принимать на ее, не принимать на свой счет то, что она делает. Вот, если вы этого не можете, а вы этого не обязаны, как бы, да, вы не обязаны это делать, вот, но если вы этого не можете, то, наверное, вам с человеком не по пути. Вот, то есть в данном случае вот такой аспект, к сожалению, имеет место быть решать. Решать, конечно же вам, но то, что по большому счету вы на данный момент пытаетесь ее переделать, то, что вы на данный момент пытаетесь ее поменять, а по факту подстроить под себя. Но, вот, это, конечно, является основным ключевым деструктивным фактом, и то, что вы называете себя неревнивым, может быть и правда, то есть, может быть и правда, что вы неревнивый человек, может быть, но дело не в том, ревнивый вы человек или нет, а дело, мне кажется, больше в том, что вы не совсем уверены в себе. И, как бы, здесь уже я совершенно понимаю, что доказывать вам что-либо не имеет смысла, потому что у вас, ну, либо есть своя позиция, вы не уверены, вы ее продвигаете, либо вы, как бы, допускаете, что что-то вы делаете, допустим, не так, вот, либо вы допускаете, что, ну, как-то вот, немножко вот, не в ту сторону вы чуть-чуть движетесь, вот, так скажем, и, соответственно, если вы, допустим, с этим вот согласны, да, если вы согласны с тем, что вы движетесь немножко не в ту сторону, то можно вот помочь вам это подкорректировать и обратить все-таки внимание больше на то, к примеру, что вы, допустим, в своей девушке, ну, могли бы ценить, вот, это при условии, если вы, опять же повторюсь, вас в этом заинтересованы, вот, а если вы этого хотите, если, ну, как бы, вас это интересует, вот. Какой-то вот здесь, в данном случае, такой аспект, я бы затронул, ну, вот, к сожалению, с точки зрения психологии, вы не ведете себя как зрелый человек, потому что вы пытаетесь, вы, значит, ну, по большому счету занимаетесь тем, что преследуете девушку, следите за ней, вот, ну, пускай, ну, пускай не явно, да, вот это поведение, к сожалению, не зрелой личности, не зрелой личности, вот. Понимаете, то, что вам нужно сделать, это сделать выбор относительно того, что, допустим, она не поменяется, то есть, вот, допустим, она вот, ну, не поменяется, она вот будет, она вот такой, вот просто она будет такой, она не бросит свою профессию, потому что она к ней привязана, не видит, там, не знаю, в ней до конца проблем, трудности и так далее, например, например, она не видит, вот, как бы, в этом, ну, вот, какой-то сложности, ну, вот. И, вот, в этой ситуации, вот, в ситуации, если, вот так будет, вы готовы с ней быть, готовы с ней быть, не пытаясь ее переделать, вот, вот, готовы с ней быть, разрешал ей заниматься тем, чем она занимается, вот. Естественно, естественно, ну, прорабатывая вопрос, да, касающийся безопасности, вот, касающийся гигиены, вот. Если да, хорошо, тогда вы действительно ее любите, вот. Если нет, значит, все-таки вы не столько ее любите, сколько вот просто в ней нуждаетесь, да? Вот это не одно и то же. Вот. К сожалению, это не одно и то же. Поэтому, то, что вы можете, ну, путать, вот, одно с другим, в данном случае, меня не удивляет, вот. Но, по возможности вас можно этому научить, вот. Возможно, вас можно научить лучше чувствовать себя, вот. Что касается планов, то здесь ситуация тоже неоднозначная. Неоднозначная. Дело в том, что планы, это, конечно, хорошо, но если нет, ну, к примеру, между вами доверия, да, вот, ну, просто вот, если нет доверия именно между вами, то, как бы, эти планы не особо имеют в какое-то значение, вот. Поэтому я бы в данном случае больше смотрел бы в сторону не каких-то, вот, планов, как таковых, а я бы больше смотрел в сторону доверительных отношений, где вы можете быть собой вместе с девушкой, и она может быть собой, с вами, вот. Если вы сможете, вот, ну, принять друг друга, хорошо, здорово, прекрасно, вот. Если вы не сможете, ну, это грустно, но так тоже бывает. На мой взгляд, как бы взрослая позиция, это не пытаться в отношениях совершать насилие. Вот. То, что вы делаете в данном, в данный момент, это все же, как мне кажется, больше про насилие. Вот. Я ни в коем случае не обвиняю вас. Я не хочу, чтобы вы как-то вот думали, что я вас обвиняю. Нет, я вас не обвиняю. Я просто говорю о том, как это выглядит вот именно с точки зрения психологии, да. Вот. Поэтому определитесь, в первую очередь, со своими ценностями, определитесь, в первую очередь, со своими приоритетами, вот. Вам нужна помощь в том, чтобы, может быть, разобраться, вот, в себе, вот. А дальше уже, я думаю, можете решить, как вам двигаться, вот куда, в какую сторону и так далее. Если ваша девушка считает, вот, то, что, ну, происходит, вот, между вами, с вами сейчас, вот, в ваших отношениях, если ваша девушка считает, что это проблема, вот, то, соответственно, вы можете вместе, как бы, ну, вдвоем, в данном случае, обращаться к психологу и вдвоем вместе поработать в рамках терапии пар. Вот. Такая вот ссора. А вот, примерно, такой ответ я хотел бы вам сейчас предложить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.